Дискуссия 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 Сейчас я тогда представлю своих коллег. По левую руку сидит профессор университета Иннополис Евгений Магит, заведующий лабораторией интеллектуальных и робототехнических систем. Евгений у нас имеет большой международный опыт. Закончил университет Технеон Израиля, работал и учился в Японии, США и Великобритании. Ничего не упустился, правильно? Хорошо. Области интересов робототехника, групповое взаимодействие роботов. Ничего не упустил? Хорошо. Второй наш спикер Максим Таланов, кандидат технических наук, руководитель лаборатории машинного понимания Казанского федерального университета и заведующий кафедрой робототехники КФУ. Тоже ничего не упустил? Нет. Области интересов искусственный интеллект, робототехника, машинное понимание и много других областей, связанных искусственным интеллектом. Да. Я так понял, что Максим также имеет индустриальный опыт, не только академический, и связанный с IT-сферой, да? Совершенно верно. Хорошо. Ну вот еще перед тем, как передать слово коллегам, я бы как бы хотел сказать. Современная наука, она в изучении искусственного интеллекта и в попытках создания искусственного мозга движется с разных сторон. С одной стороны, это биоинженерия, нейрофизиологи со стороны медицины, биологии изучают простейшие организмы, там, черви, грызунов, нервную систему животных. В частности, например, дождевой червь имеет 300 нейронов, и они ведут себя всевозможным образом. То есть это страшно интересное для них дело. И, на мой взгляд, основной успех сейчас вот со стороны понимания нейронных систем идет оттуда. Ну, это спорный тезис, наверное, коллеги не согласятся и потом меня покритикуют. Но вот судя по тем роликам, которые доступны в YouTube, ну что делают эти ученые-биологи? Они берут клетки, нервные клетки, помещают в питательную среду и изучают, вот как эти клетки взаимодействуют между собой, как эти электрические импульсы проходят, пытаются моделировать, пытаются даже внедрить после этого эту систему на мехатроны и робототехнические устройства. Ну, вот, в частности, Курчатовский институт это пытается делать. Это все достаточно интересно и завораживает. Другой подход, который идет не со стороны биологов, не со стороны медицины, а со стороны математиков, алгоритмистов, программистов, это вот как раз попытка создать искусственные вот эти нейронные сети, создать алгоритмы. Они, вот эти ученые, апеллируют такими понятиями, как объекты, классы объектов, структуры, архитектуры, и достаточно много у них абстракции. Но вот, может быть, опять же, мои оппоненты будут меня критиковать. Ожидалось, что будет бешеный успех в этом направлении в 90-е годы, ожидался бешеный успех в этом направлении в нулевые годы. Это было связано с развитием вычислительной техники. А вот мы и ныне сидим в ожидании вот этого чуда, что вот-вот появится искусственный интеллект. А тем не менее, ну, есть некий скептицизм. Я его озвучу позже. А теперь вот передаю слово уважаемому Максиму Таланову его видение о состоянии проблем искусственного интеллекта сегодня и о перспективах искусственного интеллекта. Спасибо. Сейчас презентацию включится. Так, ну, я начну сейчас, видимо. Здравствуйте. Так, не включается. Ага. Совсем не включается. Ну, ладно, начну без нее. Итак, я некоторое время, конечно, провел над тем, чтобы придумать эту историю. Когда все это началось? Когда машины начали заменять людей? Как вы считаете? Давно ли? Давно. Кто подсматривал, пожалуйста, не подсказывайте. В Египте? Когда в Египте? Машины по перекачке воды. Ну, думаю, египтяне им только сказали спасибо. А когда начали первые акции? Лудиты, да? Лудиты, да? Лудиты, да. Вот я как раз хотел начать с этого, но пока презентации нет. То есть в 1811 году было такое массовое вступление лудитов, которые мирамили машины. Даже британская армия была задействована. О, заработало. Отлично. Так, можно сразу переходить ко второму слайду. И, как обычно, кликер не хочет переходить ко второму слайду. Почему-то. Ага, я попрошу коллег помочь мне. О, перешли. Вот. А теперь можно перейти к следующему уже слайду. Может, это мы обсудили? Так, а что сейчас? Да, сейчас творится. Вот я не так, ну, некоторое время назад был на заводе Volvo, буквально. 90% операции автоматизировано. Ну, правда, уже никто не громит в Швеции, завод Volvo. И все как-то тихо, спокойно. Достаточно, они даже гордятся этим показателем. Очень сложные роботехнические системы. Собирают автомобиль на ходу, выполняют сложные операции, варят его, красят, интегрируют и так далее. Достаточно развитое производство и очень сильно помогает. И в тех вот, вот этот, по-моему, Сталевар какой-то робот, в опасных производствах это просто замечательно. То, что нам помогает. И даже на МКС есть, да, робот, который помогает. Нет, не работает совершенно кликер. Работал, а, вроде. Или заработал. Вот. Вроде заработал. Окей. А, да? Окей. Так, а, включите его, сори. Все, ага, все, вот, все, 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 отлично. Так, ну, что сегодня? Ну, здесь вот я нарисовал несколько картиночек. Вот, Google Мобиль, ага, вот так. Все, бунт машин начался. Google Мобиль, ну, знаете, да, популярная тема. Сам ездит, перевозит даже слепых. Ну, Siri и Google, окей. Окей, Google. А вот это вот Watson. Помните, что такое Watson? Знаете, кто-нибудь? Что это, что, что такое, что этот суперкомпьютер, точнее, программа и суперкомпьютер выиграл что-то вроде, а, это Geopardy называется. Такая викторина, телевикторина. Помните, да, то есть, ну, типа, своя игра, вот, подсказывает мне, своя игра. Достаточно интересная интеллектуальная система, которая построена на оценке вероятностей. Выдвигается несколько гипотез, потом проверяется в связи с базой данных, и выбирается наиболее вероятностно. Самые, пожалуй, продвинутые на сегодняшний день, они активно, кстати, продают ее, и есть разработка, называется новый чип TrueNorth, который эмулирует деятельность 4 миллионов нейронов, и есть плата материнская, которая 16 миллионов нейронов поддерживает. И вот это вот, так скажем, human-like, да, в кавычках, похоже на человека-лойку, они внедрили в эту систему, и она принимает теперь решения, делает, например, диагнозы помогает ставить, помогает оценить фондовые рынки и так далее. И, пожалуй, самая умная система, которая есть на сегодняшний день. А вот, ну, чего-то не хватает, да, я вот тут выписал, чего не хватает мне, по моему мнению, да, для социальных взаимодействий, для того, чтобы активно с нами беседовать, не хватает вот этих вот вещей. Понимание, да, хорошо понять людей. Машина, к сожалению, не понимает, и пока не демонстрирует того уровня понимания, которое нам хотелось бы, да. Кто общался с Сирией, наверное, знает, вот это вот, в рамках одной фразы, это совсем не понимание. Нам хотелось бы диалог построить, да, рассказать о жизни, как нам нелегко или, наоборот, хорошо. Вот. Сознание, да. Почему сознание важно? Ну, кстати, мы немножко попозже можем к этому вернуться. Эмоций не хватает. Очень часто, кстати, у этих агентов, это называется цифровые агенты, их вычисляют именно потому, что они недостаточно эмоциональны. Тест Тьюринга до недавнего времени как раз эти агенты сущности искусственного интеллекта проваливали как раз по этой позиции, эмоции. Их вычисляли именно по отсутствию эмоций. И хотелось бы, чтобы они как минимум понимали эмоции. Было бы здорово, если бы не ощущали эмоции. Ну, мышление, да, мышление всего всей полноте нашего, человеческого, нерационального, часто мышления. Вот это тоже бы хотелось бы получить. Ну и отсюда, а, да, симуляция мозга. Насчет, мы так чуть-чуть затронули эту тему, насчет того, что скоро или не скоро, Singularity is near. Есть такая популярная книжка, Курцвейл недавно написал. Так вот, немножко цифр. В 2013 году, это, кстати, вот это стоечки суперкомпьютеров. Их здесь 250 штук. На борту каждого этого суперкомпьютера 80 тысяч процессоров. Вот 80 тысяч вот таких вот, как вот там. И даже получше чуть-чуть. Без обид. Процессоров стоит. Это суперкомпьютеры Кей. Производство Fujitsu, которые использовались в 2013 году. Исследовательским институтом RIKEN в Японии. Для симуляции 1% мозга человека. Со скоростью в тысячу раз ниже скорости, которую демонстрирует человеческий мозг. Так вот. Ну, можно сосчитать, что их там несколько миллионов. 25 миллионов должно быть таких суперкомпьютеров примерно. Для того, чтобы симулировать весь человеческий мозг. Ну и прикинуть еще можно, сколько электроэнергии это все будет потреблять. На реалистичных нейронах. Это реалистичный, близкий очень к тому, что у нас есть в голове. Ну и пока получается, что... А да, кстати, по оценке Human Brain Project, это люди, европейские, знаете, проекты есть такой. У них очень серьезное финансирование. 1,4 миллиарда евро. Нормально, да? Вот. Бюджет какой-нибудь страны может вместить. Так вот, они пытаются симулировать, создать модель мозга. В том числе человек. Сейчас создали только мыши. По их оценкам, требуется 10 экзофлоп. Я скажу так, такой мощности пока на планете Земля нет. Вот. Пока что один мозг человека всю вычислительную мощность планеты Земля превышает. Это насчет того, что насколько близко. Вот. Я немножко скептичен по поводу Курцвейла. Опережает он, опережает события явно. Насчет того, когда. Да? Насчет того, как. Вот. Ну, я вижу два пути. Может быть, их больше. Ну, здесь рассмотрю только два. Значит, первый путь. Вот это из терминатора. Свободную фотографию. Из Википедии взял. Копи-райт. Соблюден абсолютно. Так вот. Что? Терминатора? Для учебных? Ну, можно я закончу? Пожалуйста. Так вот, моя мысль следующая. Первый путь, который я вижу, который часто демонстрируется, к сожалению, традиционным искусственным интеллектом, точнее, последовательным традиционным пути, это безэмоциональная робототехника, безэмоциональные роботы, безэмоциональные вычислительные системы. А в медицине этот симптом называется, не симптом, извините, это заболевание называется психопатия. Вот это психопатический вариант безэмоционального вычислительной системы, безэмоционального робота, ну, который не способен, естественно, социально-нормально взаимодействовать. Это вполне нормальный, обычный вариант, который мы видим, и нормальный абсолютно, естественно, который мы видим, вот, например, в фильме «Терминатор». Второй, несознательный робот, робот-зомби в действительности, который тоже не способен к нормальным социальным взаимодействиям из-за отсутствия сознания. Вот это есть такое представление философским зомби в действительности. Это как раз то самое существо, которое ничем не отличается от, так скажем, человека, например, но абсолютно не обладает сознанием. Их называют философскими зомби. Вот из-за этого я вывел концепцию робота-зомби. Ну и другой позе. Неробиологами, на которых сегодня уже ссылались, да, Масио, например, было показано, что здесь, так скажем, машинное понимание, машинное, похоже на человека, на человеческое, да, human-like. Понимание, оно невозможно без машинного, похоже на человеческое сознание, которое невозможно без машинных эмоций. И вот здесь мы переходим к тому, что есть. Я, кстати, вернулся буквально недавно с конференции Байка и покажу вам один ролик оттуда. Вот, меня поразило, во-первых, акцент на эмоциях. Это проект iCAP, эмоциональный робот-ребенок. Очень много вопросов было связанных с любопытством, кроме всего прочего, обсуждалось. И вот этот вот робот, созданный Пентри Хайканеном, на уровне, вот здесь вот буквально, не видно, наверное, да, к сожалению, это буквально платы, микросхемы, hardware, что называется, с помощью которых он осуществил обучение на нейронах, так скажем, более-менее реалистичных и близких человеку. И здесь он демонстрирует страх, да. Сейчас попробуем включить. Опс, нет, не получилось. Так, возвращаюсь. Помогите, пожалуйста. Вот, заранее его обучили, этого робота, ассоциировать свет со звуком. Да. Так, чуть-чуть раньше, по-моему, включилось, да. Да-да-да, оставьте, оставьте, все хорошо. Вот как раз наказание, да, наказание, цвет со звуком. Вот, синий, робот говорит, синий. Пентри его наказывает. Робот испугался, отъехал. Дальше. И говорит, мне больно, me hurt, он говорит. И давайте напугаем робота. Ну-у-у-у-у. Синий, говорит, пентри. Робот пугается. Еще раз. Ну-у-у-у-у-у. Робот испугался. Это, причем здесь никакого software нет. Это абсолютно архитектура реализована на микросхемах, на операционных усилителях, более всего прочего. Замечательно, по-моему, очаровательное. Создание, которое как раз и демонстрирует нам базовые эмоциональные реакции, которые реализуются... Да, да. Реализована на нейросетях? Что-то вроде нейросети, но оно hardware. Это на микросхемах нейронная сетка реализована. Причем она спайковая нейронная. Извините, она не спайковая, она реализует так называемый хибиан лернинг, да? Как у нас нейроны, самообучение. Она реализует самообучение. В двух словах. Да. То есть вот эти системы, кстати, чип TrueNorth и вот то, что мы с вами увидели, они способны к самообучению. В чем отличие от тех систем, которые мы видим в традиционных нейронных сетях, традиционном искусственном интеллекте? Их всегда нужно заставлять обучаться. Это некие внешние модули. А здесь мы говорим о том, что самообучение интегрировано в клеточки, в микросхемы и так далее. Окей. Ну, я заканчиваю. Заканчиваю. Сознательные машины. Это, как я уже говорил, это основа для того, чтобы создать сознательный искусственный интеллект, который бы с нами адекватно мог взаимодействовать. Это тоже один из, так скажем, интереснейших направлений, одно из интереснейших направлений в современном искусственном интеллекте, в особенности биологически инспирированном, для того, чтобы эти существа, от нас требуется смотреть на такие системы, на такие существа по-другому. И тогда, соответственно, мы и будем, наверное, получать не терминатороподобные варианты развития событий, а какие-то отличные, которые помогут нам осваивать другие миры, работать в открытом космосе. Все. Спасибо большое. Слышно? Ну, спасибо, Максим. Да нет, вы сэкономили нам кучу времени, можно немножко попытать вас, собственно, к теме дискуссии, когда роботы придут нам на смену. Как ваше мнение? В течение ближайших, там, 10 лет искусственный интеллект придет нам на смену. Вы знаете, ну, то есть я немножко говорил об этом, о симуляциях мозга, да? Я скептичен к тому, что в течение пяти лет появятся мощности, которые позволят нам сравнивать наши сущности искусственного интеллекта с мощностью нашего мозга. Как я уже упоминал, пока на всей планете нет такой мощности, чтобы симулировать. С другой стороны, есть другой путь, к которому пошли специалисты за IBM, американцы идут по этому пути очень активно. Это воссоздать в другой архитектуру, не фон Неймонской, отказаться от фон Неймонской, старой, привычной, нашей, любимой, которой уже более 50 лет, отказаться и сделать нейроны, самообучающиеся нейроны. Но здесь вопрос, да, так как биохимии нет, как мы будем симулировать? И знаете, у меня есть один вопрос по этому поводу, мощный достаточно. Я представляю эволюцию как оптимизацию, достаточно, ну, серьезную. Известно, что были существа неандертальцев, у неандертальцев был мозг больше размером, чем у хомо сапиенс. Но хомо сапиенс почему-то неандертальцев победили. Как победили, не знаю. Так вот, соответственно, мы находимся в каком-то максимуме. Максимуме я имею в виду количество когнитивных функций по одной оси и количество энергии, потребляемой на другой оси. Так вот, мы находимся, наш мозг находится на каком-то максимуме. Мы постоянно рекомбинируем за счет размножения, но где-то мы находимся, в общем-то, примерно в этом максимуме. И нашему развитию нашего мозга еще способствует наша постоянная коммуникация. Это, так скажем, социальный феномен. Так вот, вопрос такой, глобальный это максимум или локальный? Если локальный, то тогда мы можем в каком-то другом носителе воспроизвести эту мощность. Если глобальный, то только один вариант. Каждая женщина за 9 месяцев. Никаких других нет. Это вопрос, который пока не отвечен. Понял. Спасибо. Да, я бы хотел еще разок уточнить. Вы скептик в отношении программистов, вот того подхода, который алгоритмисты, математики, вычислительной мощности и прочее. А вот вы были до конференции, в том числе вот в Леоне, со стороны нейробиологов. Можно ли ожидать прорыв в ближайшие 10 лет в области изучения искусственного интеллекта? Мы в прорыве. Мы сейчас в прорыве. Он идет. Вот текущий момент. Каждый день. Если вы обратите внимание на новости, которые публикуют нейробиологи, у них открытие, я не знаю, по 10 штук в день или, может быть, в неделю, но точно. Это какие-то десятки постоянных новых статей, открытий и так далее. Это мы в этом находимся. Есть в Гарварде работает замечательный Грег Гейдж, он профессор, если не ошибаюсь. Он основатель компании Backyard Brains. Они сделали сначала таракана, управляемый с помощью айфона, а потом они делают очень много нейробиологической аппаратуры, с помощью которой можно снимать нейрональную активность с ног, с рук, с головы и так далее. В том числе они продемонстрировали недавно замечательное устройство передачи управления от одного человека, от нервной системы одного человека к другому человеку с помощью усилителей, фильтрации и прочего. Грубо говоря, с помощью айпада и специального контроллера, так назовем контроллера, передается активность от девушки с руки девушки на руку молодого человека. и девушка вот так сжимает руку, и молодой человек тоже сжимает ее. Так вот, значит, сори, я потерял мысль, углубился слишком. Мы обсуждали, а, да, про нейробиологов. Так вот, значит, он утверждает, что мы находимся как раз на пике нейробиологической революции. Она просто происходит сейчас. И то, что мы видим, прорывы в искусственном интеллекте, это побочный эффект нейробиологической революции. Потому что произошло что? Произошло изменение средств исследования. Внедрилось ФМРТ и прочее. Новые подходы к исследованию, там, фонтонные, извините, фонтонные микроскопы и прочее. Они все больше и больше проникают, наконец-то, в механизмы, как устроен, как работает мозг. Мы видим уже ее в динамике, построен коннектом и так далее. Это то, где мы сейчас. Хорошо. Я видел, там кто-то тянул руку. У нас как бы структура такая, что выступают два спикера каждые по полчаса, потом время на вопросы. Но поскольку время сейчас после первого доклада остается, вот один вопрос можно с вашей стороны. Давайте. Более совершенных роботов, сами по себе, без контроля людей и прочего. Окей. Я скептичен по поводу следующего. Дело в том, что, кстати, мой скептиц поддерживает еще Марвин в Минске, я так обопросил на него, лауреат премии Тьюринга, очень известный. Так вот, прогнозы Курцвейла, я на него сошлюсь, потому что не читал автора второго, строятся на экспоненциональном росте, не включая довольно известных и постоянно регистрированных плато. И здесь, как бы, я обратил бы ваше внимание на то, что есть, естественно, прорывы, мы сейчас находимся в прорыве, в первую очередь нейробиологически инспирированных, он будет естественно развиваться, безусловно. Но, как я отметил уже, во-первых, никто не доказал пока, что мы можем в другом носителе воспроизвести эту мощность. Никто не показал ее в действительности. И, как я уже аргументировал, если эволюция – это оптимизация, то мы находимся в каком-то максимуме. И это не философский вопрос, а совершенно технологический. Пока не показано, что можно воспроизвести эту мощность. Мы говорим про, что у нас есть некий рост. Окей, рост есть, но он постоянно упирается. Мы знаем, что мы перешли на многоядерные процессоры, потому что мы просто не могли увеличить частоту процессора в действительности. Поэтому находим постоянно какие-то, делаем какие-то шаги в сторону, пытаемся обойти ограничения и так далее. Здесь происходит еще более интересный момент. Мы отказываемся от фонд-нейминской архитектуры. Больше нет никаких CPU. CPU неэффективны. Они совсем неэффективны. Центральный процессор. Я имею в виду архитектуру классическую. Вот стоят здесь компьютеры. Они неэффективны настолько, что симуляция… Сколько потребляет мозг энергии? Знаете, сколько потребляет мозг энергии? Сколько? Половина. А в ватах? 20. 20-20. Совершенно верно. Три раза едим. Больше не надо. Для симуляции 1% в тысячу раз медленнее мозга понадобилась электростанция. Интересен робот с электростанцией, подключенный к голове? Не очень. Да? Не очень. Вместо того, чтобы питать город, будем питать одного робота, который будет переходить через улицу. И здесь презентацию давать, как я. Не очень интересно. Да? Это первое. Второе. Надо вместить это все в 2 литра объема. Пока что ничего такого не показано. Двигаемся в этом направлении. Кстати, чип TrueNorth в действительности, из-за того, что они отказываются от подхода классического, он в 10 тысяч раз более эффективен. Но они поменяли материал. Они отказались от транзисторов. Там больше нет транзисторов. Это мемористеры, так называемые, которые реализуют самообучение. Вполне вероятно, что это прорыв. Безусловно, это прорыв. Системы, реализующие самообучение, им не нужно программировать. Они могут сами развиваться. Что нужно? Нужны детские сады. Я серьезно. Нужны. Это уже больше не фантастика. Это уже активно обсуждается в сообществе. И о киндергарден. Нужно их воспитывать. Но пока что они совершенно не доходят до того мощности, которую мы хотим. Это первое. Второе. Механизмы. Мы сказали, что мы воспроизвели. Но они не совсем биологически достоверны. Как только мы отказываемся от какого-то феномена, мы отказываемся, вот до недавнего времени отказываемся от эмоций. Оказывается, что эмоции очень важны. Объясняю. Как вы считаете, зачем нужны эмоции, почему они остались в результате эволюции? Вы считаете тавизм. Есть другие мнения? Ага, я вас слушаю. Упрощает алгоритм приятными решениями. Совершенно эмоционально окрашенная информация. Во-первых, фильтруют входную. Эти решения не знают. Они быстрые. Эти эмоции, это чувства. Они быстрые. У вас нет времени, когда вы переходите улицу, подумать о жизни. Если вы слышите шум машины, у вас нет времени. Это не эмоции. Эмоции. Нет, это не логическое заключение. Это не логическое заключение. Первый эмоциональный механизм, который у вас... Позволите мне объяснить? Первый эмоциональный механизм, который у вас сработает, это то, что вы обернетесь на шум машины, в принципе, и отфильтруете всю остальную информацию. У вас выделится норадреналин, и за счет этого вы сконцентрируетесь, переведете внимание на шум машины. Если вы думали об этом до этого, о чем-то еще, ну, скорее всего, вы думали, когда переходили дорогу, то вы перестанете думать об этом. Это эмоциональный механизм, в первую очередь. Во вторую очередь, вы примете очень быстрое решение, исходя из приближающегося... исходя из оценки, опять же, эмоциональной оценки, называется emotional appraisal, эмоциональной оценки приближающегося к вам автомобиля. Вы, может быть, даже несознательно отпрыгнете от него, не включив никакой логический механизм. Для этого у вас перифронтальная кора практически не будет задействована. Это один из примеров. Второе... Ну, здесь я продемонстрировал сразу множество действительности. Фильтрация входной информации. Бесстрашный человек очень быстро погибнет. Бесстрашных людей съели. Я утверждаю это. Я утверждаю это. Первобытных бесстрашных людей съели. Второе. Если у вас нет радости, у вас не работает подкрепление. У вас не закрепляется поведение, которое привносит вам... Дэнешет. Сори. Пользу. Да. Приносит вам какую-то пользу. Если у вас не работает отвращение, вы не выпаливаете отравленную и испорченную еду. Это врожденные эмоциональные реакции, называется аффекты. А изучал его и Томкинс. Если интересно, можно посмотреть... Окей. Глаза. Ага. Да. Вот если у вас нет эмоций, вы даже не обратите, скорее всего, внимание на этот движущийся автомобиль. Вот и все. Потому что... Вот поэтому они и есть, понимаете, это эмоции, которые вам сохраняют жизнь. Это эмоциональные механизмы. Окей, коллеги. Мы оставим дискуссию на вторую часть. Да, можно... Поблагодарим Максима за увлекательный доклад. Спасибо. Честно говоря, Максим поставил меня в тупик. Спасибо, Максим. Пожалуйста. Потому что я думал, что буду здесь единственный скептик. Ну, приятно услышать, что руководитель лаборатории машинного понимания. Также... Скептик. Скептик. Ну, у вас зато есть, дорогие друзья, шанс в 2025 году подойти к Максиму и сказать, ага... Что случилось? А в 2015... Вот вы сказали. В Центре современной культуры смены вы говорили. Да. Ну, еще раз спасибо, Максим. И у нас по регламенту выступает второй спикер, профессор университета Иннополиса Евгений Магит. Евгений, прошу. Здравствуйте, друзья. Я посмотрел, как приходилось Максиму кликать все время через меня. Я решил выступать сидя, чтобы не просить никого кликать на мои там 70 слайдов. 70 слайдов, примерно. Так, ну, меня уже представили. Меня зовут Евгений. Немножко о себе. Я родился тогда, это был еще Советский Союз, в Израиле закончил бакалавриат и магистратуру в университете Технеон, докторскую защитил в Японии, в Цукубе. Сразу вопрос. Докторскую я писал не на японском, на английском все-таки. Ну, хотя по-японски я свободно разговариваю. Затем я проработал в Японии в Национальном институте передовой индустриальной науки и технологии и немножко еще в университете постдоком и перебрался в Америку. В университет Карнеги Меллан, институт робототехники. Оттуда в Англию, в Бритцельский университет и, наконец, в прошлом году, в октябре, то есть чуть больше года назад, я переехал в Иннополис. То есть, если посмотреть на карту, это выглядит примерно так. Россия, Израиль, Япония, США с той стороны мира, Великобритания, Россия. То есть, за 20 лет я выучил свободно три иностранных языка. Это из плюсов, но из минусов 40 килограмм набрал. Куда деваться. Так, ну и давайте непосредственно к нашей теме. Робототехника вчера, сегодня и завтра. Начнем со вчера. Значит, робот. Кто знает вообще, откуда взялось это слово? Чапик. Все правильно, отлично. У нас есть много робототехников здесь, судя по ответам. То есть, для Чапика это была машина, которая напоминает внешне людей и неустанно трудится. Что же мы хотим увидеть в будущем от роботов? Это вот в 94-м был Диего Марадонна, а уже в 2013-м играют роботы. Если честно, я человеческий футбол не смотрю вообще, а футбол роботов очень увлекателен. То есть, невозможно оторваться по несколько раз, посмотреть даже. Очень рекомендую тем, кто еще не видел. Значит, первый в истории робот все-таки официально это, пожалуй, сын богов Талос, который охранял Крит. И что же с ним произошло? Его убила колдунья Медея из-за того, что робот слишком буквально воспринимал информацию, у него были проблемы с представлением информации, спецификациями. То есть, он не дал органавтам набрать воды и за это поплатился жестко. Значит, первый в истории телеоперируемый робот был создан Николой Теслой. Это были беспроводные радиоуправляемые машины. Он получил на это патент США в свое время. И, значит, в 1898 году он демонстрировал на электрической выставке на Мэдисон-Сквер это телеуправление. И, значит, люди делали различные заявления. Как же управляется этот робот? Какие у вас идеи? Что они подумали? Люди позапрошлого века. Человек, скажем. Так, человек. Ну, робот был маленький, но похоже. Еще какие идеи? Магия. Еще? Магия. Отлично. Вы угадали практически все, потому что действительно люди говорили, это магия, телепатия или внутри сидит дрессированная обезьянка, которая замечательно управляет этим предметом. То есть, тогда люди не могли поверить даже в телеоперируемых роботов. Значит, первый в истории автономный робот, это созданный немцами еще до войны разработанный, потом используемый во время войны V1 и V2, так называемый Vengeance Weapon, программа-агрегат. То есть, в 1942 году была первая версия такого аппарата запущена, который двигался со скоростью до 200 метров в секунду, на высоте 600 метров, и у него занимало всего 25 минут, чтобы достигнуть с побережья Франции и Лондона. То есть, на самом деле, это была катастрофа для англичан. С 13 июня 1944 года эти бомбы уже вовсю падали на Лондон, и идея была такая, что когда эта бомба, или вернее ракета запускается, то идет отсчет поворотов пропеллера, сколько было совершено, чтобы выбрать, когда же траекторию менять на движение вниз. То есть, по факту, это получается автономный робот, запрограммированный заранее. Ну и опять-таки, этот робот, эта ракета имела очень низкую точность, но это не было основной целью. Основная цель была просто посеять панику среди англичан. И такими бомбами весь центр Лондона ракетами был уничтожен. Переходя к вопросу робототехника вчера, есть так называемые технологические уклады. Я не буду останавливаться на них подробно, только скажу про пятый уклад, в котором мы сейчас еще живем. И в этом укладе робототехника является одной из преобладающих технологий. Если мы посмотрим на прошлый технологический уклад, то среди стран-лидеров, помимо США и Западной Европы, был Советский Союз. Ну и большинство из нас, наверное, помнит это, но кто не помнит, мы были первые с искусственным спутником, первые с животными в космосе, с человеком в космосе. То есть в этот период мы действительно были впереди планеты всей. Ну и, к сожалению, сейчас, вот когда роботостроение стало одной из самых важных технологий уклада, в лидерах нас нет. Вы видите, что это США, Западная Европа и Япония. И так, к слову, после войны, японцы старались даже не, ну после Второй мировой войны, японцы на своих продуктах старались не писать «сделано в Японии», потому что «сделано в Японии» считалось, что это что-то очень низкого качества. Например, корпорация Sony заключила контракты со своей дочкой корпорации в Америке, что было написано на продуктах «сделано в США», а не в Японии. Можете представить, что значит сейчас надпись на продукте «сделано в Японии». Теперь немножко все-таки жесткой робототехники. Есть несколько операционных режимов у роботов. Один из них это полностью автономный, то есть тут робот производит операции полностью без участия человека, без внешнего контроля. И второй вариант режимов – это полуавтономный робот, то есть для его работы постоянно требуется оператор, но какие-то небольшие задачи робот может выполнять самостоятельно и принимать какие-то очень низкого уровня решения. Сюда же относятся телеоперируемые системы, то есть устройства, где постоянно человек осуществляет управление на очень низком уровне. Ну и вот пару примеров о телеоперации, то есть человек, например, управляет Haptic Device слева и при этом манипулятор повторяет его движение. Или же человек на правой картинке, вот этот с красной меткой на голове, одевает костюм для управления роботой и полностью робот повторяет его все действия. Соответственно, управление роботом может осуществляться при помощи одного центрального процессора или CPU, то есть это действует для простых роботов. Для более сложных роботов уже требуется несколько процессоров на одном роботе для управления в режиме реального времени. Процессор может быть как бортовой, так и внешний. При бортовом процессоре из-за того, что вес и мощность робота ограничены, также происходит ограничение процессора, а это мозг робота, но зато улучшается автономность. И если же мы имеем внешнее управление, то есть мозг вынесен куда-то на большого брата, то можно использовать более мощный мозг, но при этом ограниченная автономность и все очень сильно зависит от медленных линий связи. Если оборвалась связь, все, робота вы потеряли. Как пример, робот для спасательных операций, мои друзья запустили такого робота в реактор ядерной станции Фукусима, робот шел на кабеле, кабель за что-то зацепился, оборвался, в общем, робота они достанут оттуда, когда уровень радиации упадет лет через 200, наверное. То есть здесь мы четко видим, насколько все-таки полезно иметь некую автономию у робота. Ну и может быть также мозг распределен на несколько центральных процессоров, несколько роботов, это называется РОИ роботов и, соответственно, у РОИ есть много различных вариантов управления, то есть есть центральный мозг, есть иерархия РОИ, есть спонтанное практически управление, но это глубже все. И давайте теперь самый первый тест сделаем по робототехнике. У нас есть три закона робототехники, я думаю, все их знают. Тогда какой из этих законов первый и самый важный? Какой? Последний, да. Какой из них второй? Ну, соответственно, получается, что третий это третий. Да, у меня также получилось, что вот эти три закона, и из этих законов уже видно, что, в общем-то, сочетая второй и третий закон, мы видим, что Азимов видел робота все-таки как нашего раба или, в лучшем случае, младшего брата, который должен выполнять наши приказы и даже жертвуя собой своей безопасностью. То есть здесь, наверное, у нас с Максом несколько разное понимание. Макс видит роботов ближе все-таки как равноценных партнеров, да? А для меня это все-таки рабы или младшие братья. И, наконец, кто знает, что есть еще один закон робототехники. Отлично. А, ну, это университет Иннополис, да? Не вопрос. Не из Иннополиса, подскажете? Как? Ну, любой закон робототехники у Азимова в первую очередь ставит интерес к человечеству. Да, все верно. То есть робот не может причинить вреда человечеству. Это говорит о том, что робот наделен правом убить отдельного человека или группу людей, если под угрозой становится все человечество. Ну, яркий пример, который я провожу на своих лекциях, если бы робот вовремя убил Гитлера, он бы спас огромное количество людей, и это было бы положительным решением со стороны робота. Значит, давайте теперь посмотрим на робототехнику сегодня. Для нас роботы это что-то такое злое, доброе, но тем не менее есть множество официальных определений, что же такое робот. И одно из них это вот определение, данное Робертом Шиллингом. Оно говорит о том, что робот это управляемый программой механического устройства, которое использует сенсоры для того, чтобы через свои эндэффекторы. Это как? Это вот мы сейчас про манипуляторы поговорим. Ладно, пусть будет манипуляторы, программируемыми движениями, манипулировать какими-то объектами. То есть эндэффектор это не обязательно манипулятор, это могут быть колеса. Это вот у человека что является эндэффекторами? Не только, конечно, человек может кусать. Где-то в анекдоте голова гребла ушами. То есть получается, что уши это тоже эндэффекторы. И вот робот, то есть получается робот это некий механический девайс, обязательно у которого есть мы не хотим выполнять, то есть, ну, не знаю, убирать квартиру, например, да? Опасные работы, которые тоже по определенным причинам не всем хочется выполнять. И демандин, это работы, которые от нас требуют какие-то очень неприятные усилия. Самый яркий пример это работа на конвейере 8 часов в день, 7 дней в неделю. То есть я не думаю, что кто-то хотел бы эту работу выполнять. Ну и также нам нужны роботы в роли социальных роботов, то есть для меня рабов и младших братьев, для Макса друзей. Итак, что же такое робот? Еще одно интересное определение, данное Джозефом Энгельбергером, это пионер американской индустриальной робототехники. Он говорит, я не знаю, как определить робота, но я узнаю его, когда увижу. Забегая немножко вперед, это не совсем так. Роботы уже некоторые достигли такой человечной внешности, что их невозможно узнать, скажу об этом позже. Давайте теперь подумаем о жизненно необходимых специальностях. Значит, самые простые, это фермер, рабочий, водитель и сервисный персонал. То есть люди, которые мы встречаем каждый день и благодаря которым мы вообще можем существовать. Далее идет следующий уровень, это военные техники, врачи, учителя, руководители и ученые. Это люди, которые делают нашу жизнь сильно лучше, но какое-то время, наверное, мы сможем без них прожить. И, наконец, актеры, художники, писатели. Это разделение, честно говоря, я придумал сам. Кто-то может с ним согласиться, кто-то не согласится. Позже вы поймете, почему. Значит, теперь такой вопрос к аудитории. Кого из этих людей мы можем заменить роботами? Первую группу. Первую группу полностью, да? Как насчет второй группы? Так, третья группа. Так, ну, наверное, технари говорят на третью группу полностью, а гуманитарии все-таки считают этих людей незаменимыми. Посмотрим, посмотрим. Так, ну и давайте какие-то примеры. Это робот-фермер называется lettuce bot. То есть он может, когда сажаются определенное количество кочанов капустных на поле, то затем их нужно пропалывать, удаляя лишние, иначе… Так, а что-то звука у нас нет. Есть там звук? Ну ладно, будем без звука, я буду вместо звука. Ну да, мотор ревет. И, значит, проблема в Америке ассоциации столкнулись с тем, что никто не хочет работать, выдергивая лишние кочаны. Вот, очень полезный звук. Нет, я буду говорить громко, если нужно будет его перекричать. В общем… И, в общем, люди просто не хотят выполнять эту работу, и вот сельскохозяйственных рабочих уже можно заменить такими роботами lettuce bot. Следующий робот – это роботы рабочие. Два мейнстрима – это KUKA и FANUK. И давайте посмотрим, как на фабрике замечательно можно обойтись без рабочих. Вот рабочий засунул пластину, а дальше все, человек не нужен. Роботы выполняют все операции сами. То есть точечная сварка, подача, детали, сборка автомобилей. Я, когда жил в Японии, был на нескольких автомобильных заводах. Да, там есть люди, они выполняют какие-то мелкие операции, на которые нерентабельно ставить робота. Например, едет корпус машины, человек быстро в нее запрыгивает и завинчивает какой-то один винтик в труднодоступном месте. Все остальные работы выполняются уже роботами. Сборка, окраска и все остальное. Еще один пример робота рабочего – это робот Бакстер, но он больше популярен в образовательной робототехнике, в университетах все-таки. И вот один из примеров, что он может сделать. Давайте, говорит, я вам сложу футболочку. То есть робот на самом деле очень смешной и обучаемый. На нем можно нажать кнопочку, поводить его рукой, потом нажать другую кнопочку, он запомнил акцию и может вместо человека выполнять эти движения бесконечно. То есть если вы сложив 500 футболок, наверное, устанете и они будут уже мелькать перед глазами, то Бакстер может это делать за вас. Пусть немножко медленнее, но зато его время не учитывается. Поверьте мне, он ее удачно сложил в итоге. Мы едем дальше. Следующий пример роботов – это роботы-грузчики от компании Кива, которую пару лет назад приобрела компания Амазон. То есть если в классических складах между километровыми полками ходят грузчики с телегами и собирают какие-то вещи, то роботы получают команды от центрального компьютера и везут целиком всю полку на пакующую станцию, где сидит человек. Человек уже выбирает с пакующей станции необходимый объект и складывает его в посылку. То есть самое то, что нужно Амазону. Я подозреваю, что в течение ближайших пяти, может быть, десяти лет они также заменят этого человека и вместо него поставят манипулятор, потому что уже на крупных роботехнических конференциях проходит соревнование, какой робот быстрее и точнее соберет в правильной последовательности предметы из полки при помощи руки манипулятора. И вот наконец появился там человек в кадре, у которого задача подъехала полка, ему еще робот подсветил, с какого места на полке нужно взять предмет лазерной указкой и все. На этом функции человека закончились. Так, давайте посмотрим на робота техника для спасательных операций. Значит, этот робот управляется полностью оператором и он способен открывать двери. И вот посмотрите, как он здорово может открыть дверь вашего автомобиля, если вы забыли внутри ключ, например. То есть это все спасательные роботы. То есть роботы техники уже здесь с нами практически. Они, правда, телеуправляются оператором. Далее роботы сервисный персонал в отеле. Это пример отеля Aloft в Калифорнии и, значит, я уже в TripAdvisor нашел отзывы пользователей, им очень понравилось то, что там есть реальные роботы. И давайте посмотрим, как он работает. Конечно, менеджер говорит, что этот робот не заменит живой персонал, а просто будет оказывать им какую-то поддержку. Сейчас на службу, на ресепшн пришел звонок из номера. Принесите мне, пожалуйста, полотенце. Ну и вместо того, чтобы нести его самим, отправляют робота по нужному адресу. Естественно, это не так просто, потому что за тем, чтобы доставить полотенце, стоят огромные алгоритмы по построению карт отеля, по определению оптимальных маршрутов. Также локальные алгоритмы огибания препятствий в случае встречи с человеком. Неожиданно. Какой вопрос? Вот пользование лифтом, да, я тоже задавался этим вопросом, то ли оно встроено в робота, или нам просто сделали такой мувик, где спрятанный человек нажал кнопку внутри лифта. Вот это лучший вариант, но худший это фейк, потому что часто в промоушен, в виде промоушена бывают фейки. Ну вот человек получил от робота свое полотенце и безумно радостно нажал кнопку. Это все ерунда по сравнению со следующим отелем. Этот отель называется Hanna Hotel по-японски, это значит странный отель. То есть это первый отель, которым практически все операции выполняются роботами. Это робот-рецепшионист. Снаружи при этом отель выглядит как совершенно простое здание, наверное, как бензозаправочная станция, да? В моих планах в следующую поездку в Японию обязательно поселиться в отеле на день-два, посмотреть, как оно в реальности работает. То есть посетители уже сразу встречают, наверное, знакомый нам всем Nao, у которого можно спросить какую-то информацию. Далее в виде рецепшионистов сидят роботы, причем робот-женщина говорит по-японски, а робот-чудовище говорит по-английски. То есть это тонкий намек на разницу между японцами и иностранцами. Робот-манипулятор принимает чемоданы на хранение, а также возвращает их. Скажу лично, я сейчас останавливался в Москве в гостинице «Космос» и чекаут занял у меня минут 30 или 40, потому что была очередь, сломался компьютер. А вот здесь прекрасно. Приложу карточку, чек-ин. Приложу второй раз – чек-аут. Все. В Японии темп жизни иногда бывает медленный, когда они на отдыхе. И поэтому, наверное, вот женщину-клиенту удовлетворяет такая скорость движения робота. Войти в кабинет можно, в кабинет, в свою комнату с помощью различных способов. Приложив карточку, приложив палец или же с помощью распознания лица. Комната стоит вот около 75 долларов за ночь. Для Японии это действительно очень дешевые цены. То есть там в бизнес-отеле даже нельзя остановиться за такие деньги. Ну и внутри есть еще консьерж-робот вот такой симпатяшка. К сожалению, там все на японском, и только субтитры и ресепшн на английском. Поэтому, кто хочет остановиться в отеле, учите лучше японский заранее. Следующий робот, наверное, мы его все знаем, робот Румба. У кого-то, наверное, даже он есть дома. Интересная история про Румбу, что многие домохозяйки, купив Румбу, запускают его и стоят, смотрят, как он работает. Потом говорят, я бы это сделала за 15 минут, он работал 2 часа. Это сколько я потеряла времени, наблюдая, хорошо ли он пропылесосит пол. На самом деле идея не в этом. Идея в том, чтобы роботы трудились, пока солнце высоко, а мы занимались своими делами. Наконец, робот, про которого уже говорил Макс, это робот-водитель в лице Google Car. В последних моделях уже даже нет руля и педалей. То есть робот полностью управляет сам такой вот смешным автомобильчиком. Это мы видим старый робот, у которого отовсюду торчали сенсоры. А вот это уже новый и симпатичный. Гугл вложил огромное количество денег в этого робота, поэтому неудивительны их результаты. Если бы наше министерство вложило, допустим, в проект КФУ или в Иннополисе столько денег, я думаю, он бы у нас, может быть, еще и летал автономно. Вот это один из сильнейших алгоритмов, которые стоят за этим роботом в его голове. Значит, робот может в том числе определять человеческие позы. И представьте, какое огромное исследование стоят за этим. Сколько вариантов поз было рассмотрено. Теперь, значит, робот-хирург Довинчи. Кто-то слышал об этом роботе уже? Ну, опять я вижу две руки из Иннополиса, это нечестно. Давайте посмотрим тогда все-таки видео. Так, запускается. Так, ладно, это видео не запустилось, запустится следующее. Робот оперирует бедную виноградину. На самом деле, значит, за пультом сидит человек и полностью операцию проводит человек. Робот Довинчи состоит из трех частей. Одна станция с хирургом, вторая – это сам мозг робота и третья, наконец, это манипуляторы робота, к концу которых можно прикреплять различные вот такие устройства для проведения операции. То есть, реальную операцию проводит человек, но при этом, благодаря роботу увеличивается точность, робот вычищает элементы дрожания руки хирурга и прочие проблемы, а также эту операцию можем проводить дистанционно. То есть, хороший хирург, сидя где-нибудь на Ямайке, может оперировать пациента в новых васюках. Очень успешно. Вопрос только, чтобы интернет был достаточно быстрый и не получилось, что робот зашивает уже труп. То есть, практически все операции, которые может выполнять человек и выполняет робот, и это очень важно именно для внутриполосных операций. Потому что теперь хирург не вскрывает пациента, а может вот так, проделав небольшие дырочки, запустить в них эндефекторы, мы недавно выучили, что это, и проводить манипуляции внутри человека, таким образом уменьшая вред пациенту. Следующий робот – это робот-санитар робео, тоже японский, можете уже понять по его внешности. И, значит, откуда мотивация? Мотивация к этому роботу взялась от того, что санитарки, которые перекладывают больных, например, с кровати на коляску для перевозки, рвут себе спину, в лучшем случае в течение нескольких лет, а может быть и быстрее. Если заменить эту операцию роботом, мы сократим количество больных. Ну, давайте посмотрим, как это работает. Понятно, что тут очень важен вопрос безопасности, и пока мы не можем доказать, что робот безопасен, как-то доверять свою прабабушку очень страшновато. Но эти пациенты выглядят очень счастливыми, что их обнимает робот. Так, ну, прокрутим видео и несколько комментариев, очень таких веселых, которые я нашел, хотелось бы их с вами поделиться. Вот один из комментариев NHS – это крупнейшая медицинская сеть в Америке, и один из пациентов говорит, что я так наобщался с няньками, что лучше бы это был робот. Значит, другой человек говорит, что отличная технология, наверное, полезная, но очень смешно, когда я представляю, как этот робот выходит из-под контроля и размазывает пациента по стенке. То есть это, кажется, вопрос безопасности. Ну и, наконец, самый смешной комментарий был, значит, перевожу дословно. Великолепно. Когда роботы захватят мир и превратят нашу расу в рабов, они все будут выглядеть как Hello Kitty. Так, следующий робот – это робот для реабилитации. Дело в том, что в больницах запрещено приводить животных из-за антисанитарии. Но в то же время исследования показали, что общение с животными улучшает реабилитацию пациентов и увеличивает скорость их регенерации. Вот для этого был использован такой робот пара. Я общался с разработчиками и на вопрос, почему он сделан в виде морского котика, они объяснили, что первые роботы выглядели как коты и собаки, но такими роботами не удавалось обдурить даже детей, не говоря уже о старушках, которые впадали в детство. Поэтому было решено выбрать такого робота, которого обычно люди не видят постоянно и поверят, что это живой робот. И даже была одна такая ситуация, когда у робота села батарейка, старушка расплакала и сказала, кажется, я убила животное. Так, теперь робот-солдат Пэтмен, производство Google. Так, тоже видео не запускается. Ладно, поверьте мне, он топает вперед. И на самом деле это не солдат, это робот для испытания новой униформы и костюмов химзащиты. Наконец, вот эти красавчики тоже не хотят, а бегут. Это роботы от Boston Dynamics. Я думаю, большинство из вас их видели, знают. На всех промоушн-видеос они отлично выглядят. На самом деле на некоторых конференциях в закрытом режиме, предварительно потребовав всем выключить камеры и смартофоны, показывают, как эти роботы замечательно падают, загораются. И, в общем, не так все здорово, как в тех видео, которые мы видим в YouTube. То есть, я думаю, чтобы вот удачно пнуть робота, и он встал, они сняли, ну, роликов 20, если не 100. Так, крутим дальше, потому что мне уже сигналят, я вышел из времени, а мы только на середине презентации. Так, роботы няни — это, значит, один из примеров робот Джибо для общения с ребенком или со взрослыми. Так, видео не запускается, поехали дальше. Робот Паперу — это японский робот, который разрабатывался в том числе в нашей лаборатории в Японии, совместно с корпорацией МЭК. Смешная история про этого робота. Мой друг, вот на фотографии как раз и один из разработчиков, ставил опыты на своих детях. То есть, обычно робототехники любят ставить опыты на своих детях, и он показывал видео, где его ребенок сидит с роботом, они смотрят телевизор, а папа общается с сыном через робота. И, соответственно, сын называет робота папой. Вот, и тут, конечно, вопросы из зала были, не получится ли так, что папа придет домой, сын его проигнорирует, скажет, что папа — это вон тот розовый маленький. Робот-учитель корейский. То есть, здесь тоже обучение производят телеоперационно, за этим роботом сидит на на самом деле человек в другой комнате. И опять корейские дети считают, что учителя английского — это робот-яйцо с крылышками. Теперь робот-теленоид. Я с этим роботом лично пообщался, когда был в Японии, и даже мог им немножко поуправлять. Мысль такая, что этот робот выполняет функции как бы мобильного телефона или учителя. На вид он выглядит очень странно и даже неприятно, но когда его берешь в руки, становится менее противно, чем когда на него просто смотришь. И вот он здесь, учительница через этого робота ведет разговор с ребенком. Как он управляется? Значит, на голову одевается шлем. Крутя этим шлемом с гироскопом можно управлять головой робота. И видишь этого робота, есть два варианта. Один — это когда камера встроена вместо третьего глаза. И второй, когда несколько камер расположены по комнате. Я всячески крутил шею в надежде свернуть шею роботу, не получилось. То есть предусмотрели все авторы. Следующий робот — это робот-профессор. Его создал профессор Ишигуру, который в прошлом веке вошел в сотню гениев столетия. Если кто еще не видел, не слышал, то это выглядит примерно вот так. Он создал также несколько других роботов. На самом деле, этот робот был создан, чтобы заменять профессора на лекциях и при общении студентов со студентами, когда он находится за рубежом. Мы общались с профессором Ишигуру. Он рассказывал, что первый робот выглядел как его дочка, но из-за несовершенства робототехники на тот момент, когда он привел дочку и показал ей этого робота, у дочки был шок. Тогда ей было лет девять. И она сказала, я больше никогда в жизни не приду в свою лабораторию, потому что на видео робот действительно выглядит как зомби. То есть как бы он не пытался повторить эмоции, пока роботом еще сильно далеко до человека. Ну и вот они за обсуждением говорят, что да, без пива тут с ними не пообщаешься, со своими двойниками. Следующий робот – это робот-актер. Он сделан в институте исследования Аист. И мне тоже посчастливилось его пощупать руками вплотную, когда я там работал. Робот – это тот, который посередине. То есть движение ног еще не очень идеальный, потому что он боится потерять стабильность, но руки движутся очень даже человекоподобно. Ну, этот клип можете найти потом на интернете. HR-E4C. Очень популярная японская модель. Вот замечательный робот стриптизерша. Я очень надеюсь, что это видео пойдет. О, да. Этот робот на самом деле сделан художником просто для демонстрации возможности современной механики. Интеллекта у него ноль. Это просто алгоритмы, управляющие движениями. Но я боюсь, что эта девушка танцует лучше, чем я. Я надеюсь, 7 есть 16. Я как-то не подумал. Хитрость заключается в том, что у него в живот воткнут шест, поэтому создатель не задумается о том, что нужно соблюдать статическое или динамическое равновесие робота. Если вдруг нога подвернулась, он прекрасно себе продолжает висеть на шесте и выполнять движения. В общем, великолепная механика в данном роботе. Ну и наконец, роботы завтра. Мы поговорили о специальностях. Как вы верно заметили, первую группу можно уже сегодня начинать заменять роботами. И с второй группой желтой звездочкой помечены те, кого заменить трудно. И в третьей тоже красной, кого заменить очень трудно. Но в принципе, как уже Макс сказал, как только роботы получат какую-то хотя бы минимальную эмоциональность, то художник и писатель тоже становятся под вопросом специальности. Можно задержаться на слайде. Просто у нас начинается время дискуссии. И вот вопрос, а в какой группе, по вашему мнению, искусственный интеллект нужен? Искусственный интеллект, чем выше мы идем по этим группам, тем больше интеллекта там нужно. То есть, если для фермера, рабочего, и вот всех, кто с синим цветом интеллект, ну, практически вообще не нужен, там жесткий алгоритм, то дальше уже вот желтые звездочки необходим механизм принятия решений, куда искусственный интеллект отлично впишется. Художник, писатель, ну, без искусственного интеллекта они могут, конечно, кубизм какой-нибудь рисовать или абстракцию, но ничего очень приличного, я думаю, у них не получится, потому что мы не будем чувствовать чувства. И, наконец, вот руководителя заменить очень тяжело, потому что здесь нужен правильный механизм принятия решений. Не всегда он у нас рациональный. Иногда мы говорим, я чувствую, что надо сделать так, и решение оказывается правильным, ну, в 50% случаев. Ну, и, наконец, ученого, мне кажется, заменить будет практически невозможно, потому что ученый – это человек, который все время ищет что-то новое, комбинирует что-то существующее. То есть методом простого перебора даже самый умный интеллект вряд ли сделает такие замечательные открытия. Так? Ну и вот, да, мы угадали. Следующий слайд – это наша дискуссия. То есть сначала хотелось бы вынести на обсуждение вопросы, которые я в свое время получал от друзей, не имеющих никакого отношения к робототехнике. Вот. И я думаю, что, может быть, вам такие вопросы будут тоже интересны. Слева Максу, а то я устал говорить. Так, ну, первый вопрос, когда… Какой на сегодня робот самый умный робот, да? Вы знаете, затрудняюсь даже ответить на это. Вот Ватсон достаточно умный, он как-то демонстрирует возможность подискутировать, он даже может как-то поддерживать… Но это не робот, это такая система искусственного интеллекта. То есть пока для ума роботам нужен суперкомпьютер. Вот, наверное, трудно говорить о уме в роботах пока. Вот я так думаю. Я тут свои пять копеек вставлю. Да. Вообще я бы перефразировал этот вопрос не какой робот сегодня умный, а много ли вам известно роботов с искусственным интеллектом? Ну, я знаю, что Евгений знает ответ. Тогда аудиторию спросим. Наверное, что робот Атлас, который робот-солдат и демонстрировал Евгений, он с элементами искусственного интеллекта, там есть нейронная сеть. То есть, в принципе, поскольку он самообучаемый и адаптируемый, его можно назвать умным. И вот если искать из роботов с искусственным интеллектом, то вот самый умный, наверное, он. Ну, это мое мнение. Так, микрофон работает. Значит, когда мне задали этот вопрос, я просто сел и минут пять смотрел на эту девушку с совершенно безумным взглядом, потому что я об этом даже никогда не задумывался. То есть, что есть самый умный робот? Это тот, который обыгрывает человека в шахматы или тот, который может хорошо вам пропылесосить комнату? То есть, робот – это как раз тот механизм, которому нужна конкретная задача, и он разработан именно под эту конкретную задачу. Робот, который, может быть, умнее нас во всех вопросах, ну, вот Макс упомянул, я опять забыл, поставил надолго в тупик. И я думаю, что, по большому счету, вопрос не сильно корректный. Это так. По принципу, жизнь робота дешевле жизни человека. Вот. Но здесь, опять же, зависит от того, что мы хотим получить, да? Зависит от задачи. Это очень часто, кстати, возникает. И я немножко, наверное, уклонюсь чуть-чуть в сторону, беспокюлирую от английского speculate, да? По поводу того, от чего мы пытаемся избавиться. Мы… Вот я недавно вернулся к конференции, чуть-чуть в сторону, да? Вы знаете, вопрос был такой. Когда мы игнорируем какие-либо явления, мы не избавляемся от положительных и отрицательных моментов. И… Всех причем. Да? Игнорировали эмоции, отказались от вариативности поведения. Оказалось, что быстро принимать решения невозможно. Без эмоциональных механизмов. О чем я уже немножко говорил. От сознания отказываемся, получается, зомби. А если мы откажемся от смерти? Мы… Вот здесь я чуть-чуть разовью мысли. У… 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 У явления взросления, так скажем, по-русски и по-английски «aging», да? Приобретение возраста, есть две грани. Первая грань – это… Вот именно созревание, да? Когда мы взрослеем, когда приобретаем больше опыта, когда мы учимся и так далее. Вот от этого не хотим отказываться. Поэтому говорят о детском саде, машинное обучение – очень популярная тема. Это первое. А второе есть вот… Когда мы приобретаем слишком, так скажем, большой возраст, да? Когда с этим связано много болячек и прочее. У нас появляются какие-то заболевания нейродегоративные, например. Вот. От этого нам хотелось бы избавиться. И, соответственно, мы как… Вот трансгуманисты, вот Курцвилл, да? На следующем слайде будет. Значит, они как раз и адресуют эту проблему. Мы хотим жить вечно, да? Отказаться от смерти. Что же произойдет, когда мы откажемся от смерти, в действительности? Я недавно вот как раз на конференции начал думать достаточно интенсивно по этому поводу. И прогноз у меня такой, что… Ну, на примере с человечеством, да? Если мы прекратим умирать, произойдет достаточно серьезная стагнация. Потому что временной прессинг, у нас его больше не будет у людей. Мы можем жить вечно. Можем завтра начать учиться, или завтра работать, или через год. Через год завести детей, к примеру. Через два, через… Не важно, когда. Мы можем когда-то, да? Вполне вероятно, что это приведет к тому, что мы перестанем размножаться. В сущности, зачем? Мы же живем вечно, да? Зачем еще производить людей, когда нам и так хорошо, да? К чему и приводит. Не дадут нам размножаться, как китайцам. Не дадут размножаться в таких условиях. Да, не дадут. Ну, и не дадут, наверное, да. И это приводит к тому, что исчезают, например, детские сады, школы, университеты. Мы с вами, оказывается, без работы. Нам придется искать новые работы. Это явно что-то неправильно, да? И возникает вопрос, что будет делать искусственный интеллект без этого самого временного прессинга, который у нас существует. А временной прессинг заставляет нас, например, концентрироваться на главном. Отсечь все второстепенные моменты, там, не ездить на мотоцикле, потому что можно убиться, да? Быстро. К тому же, не играть панк-рок, а заниматься наукой, робототехникой. И вот здесь насчет терминатора, может быть, ну, стоит в действительности думать о том, что мы достигаем, когда мы отказываемся от каких-то моментов, когда мы делаем роботизированные военные системы, которые, как я уже говорил, олицетворяют свой психопатический вариант развития событий. И это было бы достаточно неприятно, если бы он появился. А хотя появиться, я думаю, может скоро. Запросто. И, к сожалению, много денег в это инвестируется. Очень много.